В эфире спецвыпус передачи Настоящее время неделя. Сегодняшний выпуск полностью посвящен Украине. Три года после событий на Майдане и мы находимся здесь для того, чтобы понять, что изменилось в этой стране за это время. Вы услышите медсестру скорой помощи из Львова, которая рисковала жизнью, спасая людей во время кровавых событий на Майдане. Я почувствовала страх только однажды, когда поняла, что могут застрелить и меня, и меня. Мы поедем в Одессу и поговорим с людьми, которые всю жизнь проработали в Одесском порту. Вот строится новый мир, но, к сожалению, он пока не строится, только разрушается. Это вообще не работает, это добровольно. Волонтерская уже третий год, каждый день. Встретимся с волонтерами Мариуполя и поедем на линию фронта в Акдеевке. Дай бог, если договорятся и придут к выводу, что все-таки эту войну надо прекращать. В течение получаса передачи Настоящее время неделя. Первый день в Украине, и мы попадаем на митинг. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о создании своей партии и призвал сторонников собраться неподалеку от Майдана. На мой вопрос, зачем они пришли на митинг, я получила такие ответы. За справедливостью. Кто-нибудь в Украине из политиков внушает вам доверие? Кто может изменить ситуацию к лучшему? Я не вижу политика, которая может не обманывать людей. Кто будет в душе украинцам, кто не будет думать про деньги, а будет думать о людях. Хочу изменений. Хочу зарплату, хочу пенсию для своих родителей. Хочу, чтобы у нас было развитие. А сейчас два шага вперед, а три назад. Эта рада пришла на крови Майдана, на тех горящих шинах. А реформы продвигаются крайне медленно. Идет имитация реформ. Саакашвили намерен бороться с нынешней радой и, главное, с коррупцией. Свою новую партию он назвал двух новых сил. Убогие правительства, один за других, безликие министры, которые меняются в этом здании. Вы знаете их лица? Что вам говорят их лица? Абсолютно бесцветные, серые и очень-очень корруппированные. Были, конечно, недовольные. Вот как эта дама, вступившая в словескую перепалку с активистом партии Саакашвили. Пусть Порошенко вытащилась? Извините, откажите, пожалуйста. Я спрашиваю, Порошенко вытащилась? А вы зачем? Ну давайте негра поставим. И пускай правит Одессой. Мэром будет Одесса наш. Это нормально. И вот пока мы наблюдали за митингом, к нам подошла эта женщина-пенсионерка. И показала свою платежку за отопление. Вот вы посмотрите, за 11 дней октября нам пришел счет 2184 гривны. А с какого размера вашей пенсии? 1800 гривен. Мы не просим привилегий для себя, мы просим самого необходимого, тепла. И такие истории, как у этой женщины, мы часто слышали во время нашего путешествия по Украине. Второй Майдан в Украине начался с нежелания украинцев следовать пророссийским курсам. Президент Янукович и его правительство замораживают подготовку к подписанию договора об ассоциации с Евросоюзом. По сути, дают задний ход многолетним реформам. Народ вышел на Майдан и потребовал конкретных вещей. Продолжить сближение с Европейским Союзом, искоренить коррупцию в стране и прекратить насилие со стороны силовиков. Майдановцы также потребовали отставки президента и всего кабинета министров. Далее известно. Штурм Верховной Рады и резиденция президента. Беркут, снайперы, волна народного гнева, побег президента и десятки убитых людей. Потом был Крым и Донбасс. Три года назад то, что начиналось как мирная проевропейская акция, переросло в три месяца антиправительственных протестов с баррикадами, стрельбой и сближавшим президентом. Мария Матвеев, медсестра из Звовской области, героически спасала жизни раненых. Когда все закончилось, она вернулась домой и работает сейчас на скорой. Как изменилась ее жизнь после Майдана. С Марией Матвеев встретилась наша корреспондент Ирина Сандуляк. Телефоны для приема звонков и рации для связи с каретами скорой помощи. Это рабочее место Марии Матвеев, диспетчера Бузской районной больницы. Медсестры Майдана, так Марию назвали после кровавых событий трехлетней давности в Киеве. Вот на этом облетевшем все мировые издания фото она без сказки, бронежилета и даже красного креста на одежде пытается остановить кровотечение у раненого майдановца. Раны были смертельные. Из тех мужчин, которым я помогала, только один фактически и выжил. Того, что произошло 20 февраля 2014 года на Институтской, никто не ожидал. Вокруг тяжелые огнестрелы, а в сумке бинт дает, рассказывает Мария. Перебегать от раненого к раненому приходилось под свист пуль и под прикрытием деревянного щита. Его над Марией носил незнакомый ей мужчина. Но времени бояться не было, разве когда вспомнила о сыне семиклассники. Я почувствовала страх только однажды, когда поняла, что могут застрелить и меня, и мужа. На Майдан Мария Матвеев вместе с мужем приезжали пять раз. Жила в палатках, помогала медикам, разливала в бутылки коктейль молотова и даже готовила еду. На Майдане простые люди верили в то, что делали, в то, что в будущем будет лучше. Хотя это прекрасное, все еще далеко. Люди уже не боятся говорить о проблемах и злоупотреблениях, но реформы идут медленно. Система власти не поменялась. Олигархам хорошо, коррупция процветает. Одним словом, считает Мария, пока еще много чего в Украине, как при Януковиче. После Майдана Мария Матвеев продолжает работать в больнице родного городка, воспитывает сына, помогает армии. Политикам не верит. Но уверена, что все, ради чего она и другие украинцы выходили на протест, сбудется. Даже если и людям придется еще раз напомнить власти о себе. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Неделя. Украина. Итого наша съемочная группа оставляется на поезде в Киев-Одессу. Киев-Одессу ран утро. Приехали мы сюда именно для того, чтобы посетить этот порт. Интересно это было потому, что вся ситуация вокруг порта именно и стала официальной причиной отставки губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Когда он был назначен, главной его задачей было реформирование таможенной службы от Одесского порта и создание более прозрачной схемы. Это героя давали мне на день рождения как раз. Николай Павлюк проработал в Одесском порту всю жизнь. Начинал с грузчиков 20 лет. Дошел до начальника порта, которым управлял около 20 лет. Все украинские порты, а их 18, являются собственностью государства. К сожалению, было сделано, допущено нарушение в том, что не разделили этого, а создали предприятия административно-хозяйственные. Юридические адреса у портов забрали, то есть они самостоятельно ничего решать не могут. Они только работают и деньги отдают туда. А там они уже решают, что развивать, как развивать, как работать и так далее. У портов нет возможности решать за себя, что делать и как лучше висеть. Все должно идти через согласование. При входе в порт возвышается красивое высотное здание отеля Одесса. Отношение к нему среди одесситов неоднозначное. Некоторые считают его символом бескусицы, закрывающим вид на порт, другие напротив – символом города. Проблема в том, что построена в 2001 году, эта гостиница прекратила принимать гостей 6 лет назад из-за возникших хозяйственных споров. Нет средств для того, чтобы ее восстановить, там внутри хотя бы сделать ремонт косметический и сдать его в дальнейшую эксплуатацию. Не выделяют в плане денег. Вот такая ситуация сложилась. Средства на это должны идти с центрального бюджета или с областного бюджета? Наши средства, которые у нас забирают. Это все за счет наших средств. Государство не выделяет вообще средств. И как же повлияла очередная смена власти 3 года назад на работу порта? По мнению Павлюка, старая стратегия развития была отменена, а новая так и не заработала. Потому что нужны новые законы писать. Все люди, которые, скажем, депутаты или законодатели, они вот когда такие законы должны писать, они с такими людьми, как вы, консультируются? Ну зачем? Они все... Пришло новое сегодня поколение, как они считают, и направление то, что было, то надо убрать. То все связано с коррупцией, то все там воруют, они воровали, они грабили. А мы новый мир построим. И вот строится новый мир. Но, к сожалению, он пока не строится, а только разрушается. Для борьбы с коррупцией и наведения порядка в Одесском порту и был назначен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, губернатором Одесской области. Однако через полтора года Саакашвили признал, что ничего добиться не смог и подал в отставку. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. Для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции. А вот вы говорили с бывшим губернатором Саакашвили, когда он здесь рассказывал, а он сам интересовался? Нет. Нет. А вообще? Нет, вообще. Я с ним не знаком. И ни с кем из его команды я не знаком. Реформа Одесской таможни, которая должна была стать первой прозрачной таможней в Украине, так и не состоялась. Единственное, что осталось от попытки реформ, это здание морского вокзала, переоборудованное в таможню. Здание должно было олицетворять прозрачность работы таможенников. Вот он внутренне, можно сказать, закончен. Как бы сюда еще можно пройти. Но если раньше здесь были, мы говорим о прозрачности, да? Ты посмотри, это прозрачность. Это прозрачность, это два окошка, и все зашито. А здесь была прозрачность, здесь все было стекло. И работали все фирмы, те, которые привязаны каким-то образом к пассажирскому были бизнесу. Таким образом, сухой остаток. Единственное, что сейчас работает в здании этой таможни, это ресторан. Да и то пройти сюда можно только с разрешения службы охраны порта. Но недавно порт потрясло еще одно решение правительства. Министр инфраструктуры Владимир Амельян запланировал продажу буксирного флота Одесского порта. Это главный актив, который приносит 85% прибыли. Цена, по которой чиновники планируют реализовать 12 буксиров, 50 миллионов долларов. Мой другой портовой собеседник Владимир Зайков, который, как и Николай Павлюк, проработал в порту всю жизнь, просто разводит руками. Что такое 50 миллионов? Это за 3-4 года полностью это подразделение отбивает эти 50 миллионов долларов. О каких-то там социальных гарантиях, рабочих тех, которые о матросах, о капитанах, о штурманах, вообще ничего не сказано. Что останется порту на развитии Одесского порта? Останется 50 миллионов гривен в год. Это практически существование Одесского порта упадет на минимум. За 25 лет независимости в Украине поменялось несколько президентов, произошли две революции, а Одесский порт и более 20 тысяч человек, которые здесь работают, продолжают делать свое дело. Только вот легче работать пока не стало. Надежда, конечно, есть. Если бы не было надежды, я бы уже не жил бы. У меня много лет, но я хочу, надеюсь, что я поживу все-таки, когда будет тот расцвет, который должен быть и который может быть. Из портового города Одессы мы отправились в другой портовый город Мариуполь на востоке Украины. Расстояние между двумя городами около 650 километров. И для того, чтобы доехать до туда быстро, мы сели в машину. Мариуполь – это самый крупный город Украины, который находится прямо на линии фронта, около 20 километров. И пригороды Мариуполя, поселки, находятся под постоянным обстрелом со стороны сил сепаратистов. Наша главная цель в Мариуполе – это узнать, как работает волонтерское движение, самое крупное движение именно там. Мариуполь, да и вообще вся восточная часть Украины встречает нас бесконечными блокпостами. Только здесь, когда в первый раз видишь людей с автоматами, вдруг понимаешь – это там спокойно. А здесь война. Люди привыкли к большому количеству военных на улицах, к постоянным проверкам, к тому, что лучше занять очередь ночью, чтобы в 8 утра, когда откроются контрольно-попускные пункты, можно было, выстояв несколько часов на холоде, навестить родственников в Донецке. А еще люди здесь привыкли помогать. В Мариуполе больше, чем в любом другом городе Украины, развито волонтерское движение. Дмитрий Чичера в начале 2015 года уволился с прибыльной работы и стал одним из лидеров волонтерского движения. Он сам служил в Крыму и знал, в каком состоянии находится украинская армия. Когда столкнулись все с боевыми действиями, понятно, что ни государство, ни сама армия была не готова. Но появилась часть граждан страны, которые взяли на себя ответственность. И, как по мне, один из главных изменений, что многие люди научились брать на себя ответственность. Мариуполь вместе с Харьковом приняли на себя львиную долю вынужденных переселенцев с востока Украины. У этих людей не было ничего. И тогда им на помощь пришли другие люди. Ух ты! Здрасте, только скажи. Какой вам здесь цех? В этой маленькой комнате волонтеры делают большое дело. Своими руками в свободное от работы время и совершенно бесплатно. Мастерят маскировочные сети и костюмы. Вяжут носки, балаклавы, свитера, которые потом спасают жизни. Мы с нуля до бесконечности абсолютно всем снабжаем в меру своих способностей и возможностей. Абсолютно всем. Едой, шматьем, нытьем, мытьем, трусами, носками. Координатор волонтерского центра «Новая Мариуполь» Мария Падыбайло, которую местные ласково называют «Маречкой», каждый день заходит поздороваться с рукодельницами. А потом сразу убегает. В нее тысячи дел. Найти аптечки, привезти на передовой тепловизоры, развести по больницам раненых, организовать волонтеров, копать окопы. А еще преподаватель кафедры международных отношений Мариупольского университета возглавляет боевое крыло волонтерского центра самообороны Мариуполя. Застать Марию в центре крайне сложно. Сесть и поговорить почти невозможно. Нам повезло. Маречка, расскажите, пожалуйста, самооборона Мариуполя – это о чем? И в чем главная цель? В августе 2014 года, когда была угроза прямого вторжения со стороны Новозовска, когда Новозовск взяли уже, мы понимали, что, в принципе, если уведут войска отсюда для того, чтобы не бомбить, не разрушать город, то город должен кто-то защищать. Поэтому мы кинули клич. А кто вас учил? Никто не учил сначала. Действительно вспоминали, кто что знает. Те, кто служили в армии, честно говоря, по книжкам, как организовывается партизанская борьба. Это и медицина, это огневая подготовка. Кроме этого, идеология. Маречка, вы же человек не военный. Нет. А почему вы начали этим заниматься? Наверное, потому что я громче всех разговариваю. И был такой момент, что действительно нельзя было светить тех, кто правда будет полезен. А сейчас мы думаем над тем, кстати, одно из направлений таких очень важных. Во-первых, людям, которые в Мариуполе, еще больше, да, вот еще важнее тем, кто находится на временно оккупированных территориях, мы пытаемся донести мысль о том, что оккупация рано или поздно заканчивается. Вам не страшно? Ну, наверное, всем страшно, да, но мы понимали, что все равно страшнее, если будет так, как в Донецке. Из Мариуполя мы отправились в сторону Славянска и дальше по линии разграничений между украинскими войсками и силами сепаратистов. Сейчас бои в основном сконцентрированы в следующих направлениях. Это район Донецкого аэропорта, пригороде Мариуполя, это район Коминтерново и Широкино, поселок Водяное, район Светлодарской дуги, поселок Счастье, Новолуганск. На передовую нас везет Василий Будик, один из самых известных командиров украинской армии. По сути, все боевые действия проходят в серой, так называемой, нейтральной зоне. Есть движения как с нашей стороны в нейтралке, есть движения с той стороны. Но, по большому счету, опять же, это такие бои местного значения. Человек-легенда Василий Будик принимал участие почти во всех войнах на постсоветском пространстве. Начиная от грузино-абхазской войны до грузино-российской войны 2008 года. В отличие от многих высокопоставленных офицеров, Василий предпочитает быть с бойцами на передовой, нежели в своем кабинете в Министерстве обороны. Пока говорят политики, в принципе, хорошо, когда пушки молчат. То есть это значит, что не будет такого активного движения, не будет активных потерь. Это все-таки наши дети, наши солдаты. Дай бог, если договорятся и придут к выводу, что все-таки эту войну надо прекращать, нам дальше как-то жить. Едем в город Авдеевка. Здесь находится крупнейший в Европе коксохимический завод, производящий коксовую продукцию для металлургии. По прямой, по прямой, у нас совсем рядышком, здесь до Донецка, порядка 5-6 километров у нас Донецк. Когда мы здесь поднимаемся на девятиэтажку, то у нас видна часть ДАПа. То есть мы, Донецкий аэропорт, мы практически находимся здесь вот с вами на линии соприкосновения, линии огня. Вот все стекла повылетали. Это не здесь, не бойся. Эти кадры я снимала в Авдеевке в прошлом году, во время боев за Донецкой аэропорт. Все, что мы видели вот сейчас, это было последствия последних двух дней усиленных арт-обстрелов. Тогда Авдеевка подвергалась беспрерывным обстрелам. Здесь не осталось ни одного целого здания. Где-то снесло крышу, а кому-то в окно залетел снаряд. Во время обострения многие жители покинули город. А сейчас, когда стало относительно спокойно, люди возвращаются. Я спросила у Павла Малыхина, главы военной и гражданской администрации Авдеевки, сколько людей вернулось в город. В самые тяжелые времена здесь приблизительно оставалось до 8 тысяч населения. Здесь уже сейчас где-то, я говорю, 21, вот посчитайте легкой математикой. А вот те люди, которые возвращаются, у которых разрушены дома, на какую помощь они могут рассчитывать? А на данный момент, если жилье приватизировано, так, то нет ни одного законодательного акта, который бы помог как-то людям выделить какие-либо средства для восстановления своего жилья. Как Сахим так называет этот завод, ни разу не останавливал работу, даже во время самых ожесточенных боев. И по странным стечениям обстоятельств не обстрелился ни той, ни другой стороной. Короткая остановка в местном штабе и снова в путь. Вот оно, село опытное, на линии фронта. Позиции снимать военных мы не будем. И к своему большому удивлению обнаружили, что здесь все еще живут люди. Люди, которые находятся под постоянным стрелом с той стороны, как утверждают военные. Все предназрушения мы вам сейчас покажем. Просто узнаем, как здесь вообще можно выжить. Здравствуйте. Давно у вас не вернусь. Ну что ж, вы мне там... Агнетяшка? Я без... Здравствуйте. Ну что ж, так вот мы живем, все разбитое. А нам привозят волонтеры. Красный крест привозят нам. Ну, нас не обижат. Ну, а ходить 6 километров со себе. Дойдешь туда? С моим здоровьем? Все ровно разбито у меня. У меня нет жилья. Все. Живет Татьяна в подвале. Ее дом неподалеку был разрушен. Ходить туда она до сих пор боится. Там могут быть растяжки. А бензин, который ей только что отлил Василий, это просто подарок. Значит, будет работать электропила для дров. И на генератор немного хватит. Я спросила у Татьяны, сколько человек живет в ее селе и есть ли дети. 60 человек где-то. Дети есть? Здесь только в 18 лет девочки. Вот, которые с водой ходили. И все. Вот так. А там же старики? Да, ну, что, старики. Ну, в смысле люди возрасте. Да. Простите. Мы же тоже симпатичные еще. Ходи. Мне замужняя есть. Как говорится, в дожке. Ну, что. Как говорится, живем. И ждем, когда закончится же эта война. Когда не уже мир сделать нам, а? Ну, сколько ж можно терпеть, а? Мы до последнего боремся за Украину. Нам повезло. Когда мы приехали в село, было тихо. Относительно. Выстрелы хоть и слышны были, но не часто. Но за день до нашего визита в Опытное здесь погиб украинский солдат. А на следующий день и по Опытному, и по Авдеевке опять работали минометы. И снова были потери. И все равно, по словам Василия Будика, сейчас намного лучше, чем был раньше. Ну, представьте, люди живут, и все-таки есть какая-то надежда, что вот такого больше не повторится. Это очень важно. Особенно для тех, которые живут здесь. Поэтому, когда говорят, что надо прекратить Минск, прекратить переговоры, пусть приедут сюда. И вот этим людям они расскажут, что нужно вернуть те интенсивные бои, какие были. И я посмотрю, что люди им ответят. Так, грузимся по машинам. Надеждой на лучшее живет вся Украина. Надежда на то, что станет легче и спокойней. Реформы, может быть, и пробуксовывают. С коррупцией так и не покончили. Но есть одно неоспоримое достижение Майдана. И выразила его моя собеседница с митинга в Киеве. Вы знаете, что выросла украинская нация. Народ вырос от просто населения Украины в украинскую нацию. И люди осознали себя патриотами. На этом наше путешествие по Украине после Майдана подошло к концу. Но мы вернемся к вопросу реформ в этой стране в нашем следующем выпуске. В нашей работе нам помогали во Львове Ирина Сандуляк, в Одессе Всеволода Нанев и Диана Тепеш, в Мариуполе Юлия Горкуша и Дмитрий Дурник, в Авдеевке Василий Будик и Геннадий Лысенко, в Киеве Юлия Дрозд, Олеся Григоришин, Юрий Комаров, Диновий Сифонюк, в Праге Сергей Хиршфельд, Александр Касаткин, Максим Миронов, Сакена Аймурзаев и Тимур Олевский. Ну, а я, Шахида Якуб, и мой замечательный продюсер Дарья Ализаде прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.